Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Ну, ребята, такого, честно говоря, смеха я давно не видел. Значит, сейчас заходите к нам на телеграм-канал, смотрите на это дело, ссылочка снизу. В двух словах. Помните, мы смеялись над тем, что у расистов пошли в ход танки Никиты Сергеевича Хрущева Т-62. Это те самые танки, которыми он еще угрожал западному миру в 60-е годы, до 64-го года. Да, вот, в общем-то, Т-62 у них пошли в ход, их даже какое-то количество здесь сожгли. Может, уже и все сожгли, бог его знает, потому что непонятно, непонятно, сколько их там погорело. Много погорело, но речь не об этом даже, ребята. Сегодня на блокпосту в Лисичанске у них уже стоит Т-34, я не шучу. Смотрим видео и восторгаемся. То ли они его где-то украли с памятника и завели, и пригнали туда. То ли они его уже откуда-то с каких-то баз хранения, я не знаю. То ли с Сибири приволокли, то ли с Северной Кореи, и выкупили их назад. Кстати, Северная Корея, по-моему, их до сих пор выпускает. Так что, может быть, что они у них закупили танки, и у них свои закончились. Вот, и абсолютно адекватный Т-34-85, 85-ка пушка, стоит себе на блокпосту. Блокпост такой же смешной, как Т-34, из деревяшек. Деревяшек, ежи. Да, вот я много раз вам показывал в Киеве, какие противотанковые ежи. Вот такой швеллер. И то я не уверен, что такие ежи могут остановить танк. А там тупо деревяшки, как обычно русские, все через зад. Но, ладно, бог с ним ежи деревянные, это такое дело. Но танк Т-34, который гордо угрожает Украине, это, знаете, это венец 2-й армии мира. Вот это все, чем они могут нам угрожнуть, угрызнуть, угрызнуть. Короче говоря, угрызть чем-то нас. Вот, и позорище несусветное, бывшая 2-я армия мира, ездит на танках 2-й мировой войны. Слава Украине!